Почему слова Христа всегда так поражали у тебя, поражали, меня всегда поражали? Он говорил с силой, со властью, и никто не мог противиться ему. Во-первых, он говорил истину. Он никого не лицемерил, ни перед кем никакое лицо, как они сами все подтверждали, не смотрел. Ему было все равно. Он говорил истину. Почему такие слова были твердые, там, Антония Великого, Энна Златоуста? Эти люди были смелые. Они не за церковь были, они даже не за Христа, как по плоти были. Они были всегда за истину, потому что Христос по плоти, каждый воспринимается по-разному. Мы можем зырять, у нас одно княжество на другое шло, одно со флагом Богородица, другое со флагом Христа. И рубили друг друга в сечах в 12-13 веке. Вот куча картинок, даже нарисованных художниками на этой теме, так и было. И до сих пор так и есть. Мы друг на друга готовы, кто под именем Христа. То есть дело не по плоти, судить, Господь ушел и сказал, если духа не примите, то есть не будете поистине жить, вы ничего не познаете. И он-то живет, он тут же начинает рассуждать. Да, ну все папы за деньги, ну все вот плохо. И получается, моя коровка, я ее углажу, своего ребеночка, ну потому что он просто мой, и у меня просто к нему неправедная любовь. А не важно, что он обидел другого ребеночка, тот был прав, а мой просто с дуру ума его по голове настучал. Ну это мой, я его защищу, а того еще и поругаю. Это не любовь. Это зло. Ты распространяешь зло. Ты сам же в это, он же получается не верит, сам да, почему же слова теряют смысл? Ты слушаешь, все, человек сам себя яму роет. И все, и ты уже к его словам никакого. Если бы он утверждал, вот говорит, я так думаю, да, вот так и так и так. Мне все равно, что папы такие, тогда ты действительно, тогда ты должен креять католиков. Не важно, что они сатанисты. А он рассуждает, как Осипов правильно сводится на эту Катарину Сиенс, который, если даже папа окажется своим дьяволом и будет зло называть добро, я и тогда должна буду преклонить и не возносить главу перед ним. Он вот правда, он приводит все время как будто на них, хотя так то смеясь, то намекай на нас. А, ну, Осипов опять же, немножко подвольный человек, а я всем говорю, такие как мы, необузданные. Ну вообще, ну я, по крайней мере, я ни перед кем склоняться не собираюсь, кроме как перед истиной. Я вот могу ошибаться, но я говорю, я пока, вот ты мне покажи истину, приди и виждь истину, а не так, что я сказал, вот и верь. А он вот так говорит, мне церковь сказала, и еще, он церковь-то наделил опять божественными, он Бога опять за обочину подвинул, он говорит, что в таинствах мне прощаются грехи. Какие в таинстве? Да таинство, покаяние, это лишь внешнее священное действие, которое нам, православным, там, кто ходит в храм, это лишь образ и традиция, и, так скажем, что такое канон, это и вот это, устав, это лишь, устав это порядок, порядок действия, вот и все, общественные службы. А грехи прощает Бог, а он говорит, ему священник Бог, он так сказал, священник в таинстве прощает грехи. Да и священник нам прощает, тогда нас Бог священник. Прощает грехи Бог, а не священник. А, конечно, он наделил церковь суперскими, божественными дарами, и теперь не знает, как выбрать между церковью и Богом. Для меня Бог не раб в церкви, он не создавал церкви, чтобы стать ее рабом, чтобы им правили священники. Истинный никто не правит, Дух Господень дышит где хочет, ты можешь все земные власти в себя взять, и Бога ты никогда не победишь. У Антихриста будет полнота земного, вот этого, могущества, наукой, и он все равно ничего не будет делать, Бог будет смеяться над ним, он будет что-нибудь делать, а у него все будет ломаться и рушиться. Мы Бога никогда не победим, это Вивилонская башня дебильная, думать, что мы сейчас до Бога вознесемся. Поэтому его слова не имеют смысла, он не искренен. Он сам говорит, что я понимаю, что зло, но я вот не могу с собой ничего поделать. Я преклоняюсь перед людьми, перед людьми, потому что церковь это люди, да, в каком-то духе, по святее, по грешнее, по сатане, но это люди. Он говорит, я не могу. То есть он не дошел еще до этой степени свободы, но при этом претендует доказать какую-то свободу. Никогда он мне не докажет. Ну, что хочешь сказать? Что церковь вот совсем как раз вот с этим барахлом, который имеет, да, она и есть истина, потому что через это именно Господь испытывает сердца наши. Видишь, как? Он же такого не говорит. Ну, как он где-то... Он говорил, что это ничего страшного, мы должны, типа, ну да, он как-то так говорит, но он как бы говорит, что мы, типа, должны это прохладывать. Не что это истина, а что мы, да, должны это как-то... А почему, если у меня совесть выпьет истина, да, как это я могу так терпеть? Он тут же, это как я у Лапкина тоже тогда слушал, или с нами, или в другом месте, тут же говорит, нет, нет, у любого священника, но если он садомит, то все. То есть вот, Лапкин для себя положил. Вроде как у любого, но если он садомит, а почему для тебя это только садомит? А для меня, если он обжор, у него такой животный крест горизонтально лежит, для меня этого достаточно. Я просто уже про него знаю, что он может и садомит, если у него такой животный, человек вообще не может со страстями, с элементарными бороться. Я просто понимаю принцип. Вот и все. Потому что у нас с чревом все начинается. Если ты не готов с чревом чуть-чуть ущемить себя, о чем можно вообще говорить? Ты, значит, тебе ни в чем не отказываешь. Никогда. Тебе будет кровь кипеть. А цизакон положили. Сухое тело ты и поменьше будешь, и кричать, и вопить, и думать, что делаешь. Вот и все. А эти люди ни в чем себе не отказывают. Ну да, но тем более, если он пытается... Нет, ну если он... Ну я... Что-то я не выявил его искренне, что он пытается доказать, что даже церковь со всеми грехами надо принимать. Он говорил, что вот мы их видим. Он не говорил. Ну почему он говорит, что закрывает их глаза? Ничего страшного. Да, я боюсь... Вот таинства же нужны, как он на это давит. А мне не нужны таинства. Это же образы. Да, через них подается. И то, кому подается, кому нет. Серафим Зоро сказал, что может причаститься, а может и нет на небе. Кто знает-то. Где гарантия? Если бы это работало автоматом, Бог бы уже не нужен. Все. Создал церковь, как Демиур создал мир. И отошел, и вы тут сами барахты. Да нет такого. Это его исповедание, и я с ним просто не согласен. Как я могу принимать эту... Причем я искренне не могу это принимать. Он сам себя опровергает. Как можно учить тому, что ты сам говоришь, там зло, московское патриотизм. Я не хожу, но выходите. Глупость вообще в априори. Ты призываешь к тому, Христос говорил, приди ко мне и видишь. Делай, как я. То же самое говорил Павел. Говорит, делай, как я. Не думай, делай по-другому. Если вам ангелы будут... Ты пойми, за этим... Ты объясняешь все остальное. То есть все недостатки. Но нужно как-то объяснить необъяснимые вещи. А как жить с тем, если чего ты не можешь понять? Это же то, что происходит. Ему надо дать какое-то определение, коль мы имеем мозги-то. Ну как-то надо это все объяснять. Вот он чревоугодник, я принимаю. А уж дальше там, извините. А как объяснить? Ну тогда вообще ни с кем и никак. Я могу единственное признать, что он все-таки захотел позвонить. Он что-то ищет. Вот как раз все-таки в нем есть эта искра поиска истины. Я бы так все-таки сказал. Он хочет... Он на самом деле сам бы хотел от этой игры сбросить бремя себе. Понимаешь? Вот просто таким людям не хватает смелости, я написал. Может быть, там в тексте всегда грубо так звучит. Но я и написал, что они братья нам всем. Я не хочу никого обидеть. Я хочу человека немножко подтолкнуть. Мне там писали, что я гордый. Опять из-за гордости. Я даже не обижаюсь. Это так и выглядит со стороны. Но при чем тут гордость, если я не готов принимать зло? Я не хочу принимать. Он мне говорит, да, вот такие священники, вот такое зло. Вот я люблю послушать человека. Вот он умные мысли рассказывал. Ну, я там не читал. Я знал, что это было. Это же было при Тихоне, при Митрофане Воронежском. То есть вот люди, вот меня всегда поражали такие святители. Я говорю, я Златоуст, который умер в гонении. Я тогда писал тоже к тому ролику. Умер в гонениях, в отлучении от церкви без причастия. Максим Исповедник, своя же церковь. Ребята, свои же святители отрезали руку, язык вырвали, представляешь? Братья по своей же церкви, православной. И сгнивает в тюрьме тоже без ничего. Максим Грек, то же самое. Собственный царь православный, собственный патриарх, собственный собор осуждает. Только что приглашали, с Греции, Иван там третий, давай приезжай. Все. Начинает только чуть слово против, за истину, что вот тут ошибки у вас, тут это, тут это. Давайте, что-то книжки там поправлять, обряды эти. Жизнь евангельскую хотел в общество привезти. Евангельскую, а не какую-то фарисейскую. Все, сразу в тюрягу не причастие. Ничего. Из 37, как написано в России, лет 25 в тюрьме, сильно свободен. Там что-то такое. Вот же и примеры. Люди не боялись быть отлучеными от церкви. И эти люди мы прославляем. Мы не... Еще эти, так сказать, как вот людям... Я не знаю, как людям сказать, если они не способны читать Новый Завет, применяя их в современности. Они все читают, о, это там вот фарисеи, это еврейский культ. Да и мы надо к себе читать. Каждое слово апостола Павла, послание к евреям, к галатам, надо читать, как будто мы такие же. Вот мы уже создали, эту... Культ, который не разрушит никакие метки. Если он не способен так читать, то я не знаю, что с ним сделать с таким человеком. Вот у меня Александр Андрусенко Анатольевич вызывает сюда такую радость. Радость, что он стремится, но огорчение, что ему не хватает, вот тоже, мне кажется, немножко смелости. Хотя вроде бы там уже как-то, видишь, в его окружении все узнали. человек способен, когда у него сердце уже стало имитаться, ему надоело вся эта обрядовость и вот эта, так назовем, жизнь чудесная, внешняя. Начал задуматься, стал искать ответы, и что там, ничего такого нет. А его то, что начали гнать, вот именно по той простой причине, потому что всегда человек будет гоним, такой, какой. Потому что проще поклоняться идолам. Это проще. Подошел, положил все, что тебе нужно, все, что у тебя внешне есть. Внутренних жертв идол не требует чистоты совести. Идол всегда требует внешнего приношения. Вот у тебя есть что-то, отдай мне. Потому что жрецу нужно что-то внешнее, он на твоей души взять ничего не может, ни доброту, ни любовь. Мы же понимаем, для чего это идол. Идол для тела, они необходимы, иной раз, людям, чтобы объяснить духовное, необходимое, вот это внешнее. Он же правильно, вот Александр тоже, он понимает, это правильно, когда, для чего существует православная церковь, опять же, со своей атрибутикой, вот с этой, для того, чтобы показать человеку духовную жизнь, да. Так проблема в том, что я с этим полностью, помнишь, был согласен, я говорю, что священник должен это понимать. И мы в таких священников видели, вот ты перешел эту степень, и он бы увидел, ты бы начал с ним за такие вещи говорить, и все, он бы возрадовал, сказал, ну вот, новый просвещенный, и с тобой бы уже по-другому общался, с этим по-другому, и ты бы со стороны на это нормально смотрел, где ты таких видел священников? Они сами дети, они сами жрецы, они не понимают, они, ты хоть уже старый дед, а он тебе все равно будет рассказывать, что да, надо вот закон Моисеев изучить, и ему четко следует, ни шаг не влево, и не важно, что есть истина, ты ее попирай, ради неотлучения от внешней синагоги, и все. А Господь сказал, придут с юга и с востока, и возлягут на вашем месте, те, кто жили по-настоящему. Поэтому, где такой священник, покажи мне, я не против земной церкви, я и не пытаюсь ее разрушить. А нас вот конкретно через синодальный перевод Библии, вот нас и привели к такой вере, вот правильно этот Илья Терданов рассказывает, вот он, допустим, берет старые иконы, ну, такие, до 16 века, когда вот были реальные иконописцы, люди духовные, которым открывался горний мир, и они писали именно по образу того мира, что сегодня мы даже, выглядели на эти иконы, не можем толком растолковать, что они там изображали. Видишь, а там изображался как раз тот мир, и те люди, они гораздо умнее и просвещеннее у нас были. Вот. А ты видишь, нас сейчас привели к тому, и причем обрубили все хвосты вот той веры, которая была там, да, ну, та еще вера. Вот. А с чего начинать, где ее брать-то? Мы, видишь, мы подходим к тому, что не можем просто объяснить. Ну, вот мы пришли к этому, по-моему пониманию, да, верой. Вот. А дальше что? Чего дальше делать? Понимаешь, мы попадаем в предыдущие, гоним их сразу. Ну, это же хорошо. Значит, ты на правильном пути. Господь сказал, все, кто за мной, все будут гонимы. А если все кричат тебе слава и хвала, горе тебе, если тебе всех прославлять. Вот они за этим и следуют. Все аплодисменты, все нашим патриархам, все им там, вносят косички. А таких как ты будешь сюда гонять. Абсолютность. Ты будешь говорить истину. Причем ты не будешь за ней меч поднимать. Мы церковь не разрушаем, мы просто свидетельствуем. Вот и все о свете. Вот и святи. И еще, мне не нравится твоя фраза, мы с тобой можем, видишь, откровенно общаться. Да, Серег, не было никогда они. Вот что ты говоришь, на кого-то конкретно ссылаешься личности, я согласен. Был Андрей Рублев, Дионисий, кто писал эти иконы? Грек, как он там? Максим. Ну, Максим. Максим Грек, правильно? Второй-то иконописец. Вот. То есть, это люди, святые, ты пойми, дух дышит, вот и знаете, причина говорит, он не по обителям ходит, не по народам, он ходит по душам человеческим. И они светят. И было и тогда все плохо. Было и в Третьем веке все плохо. И на Златоуста тоже собственные братья свергали с Патриаршего престола. Григория Богослова, да, Григорий Богослов, все готовы ниц падать. Да, только его тоже собственные восстали, сказали, ты какого-то сам на Патриарший престол взошел, иди в свои сосимы. А он написал, я ненавижу эти сосимы, ну, типа нашего Воронежа. Это дыра, которая, говорит, там одна быдлятина, я, говорит, не хочу там быть. Он же сам оставил свою кафедру, и его за это и сказали, что ты не имеешь права. Епископ, как жених, как тебя вокруг престола, его как и венчающихся водит, да, вокруг там вот этой иконы в храме, а священник, епископ, водит вокруг престола. То есть его обручают престолу, и раньше обручали прихода. Все, вот этот приход, ты никогда с ним... Это сейчас Попов вот так кидают, а раньше не было, причем только до недавнего времени. Все, ты на всю жизнь к этой церкви прилип, тебя повенчали с ней. И Григория Богослова обвинили, что ты оставляешь свой. У тебя уже есть, ты уже обручен, ты не имеешь быть уже константинопольским епископом. Так что там всегда было все плохо. Где-то там, вот, говорит, время, до 14 веки такая у нас была... Вот, почитай, Максима Грека. Что, иудейский сохранился, иудейская религия? Нет, она распяла Христа, но при этом в ней были пророки, в ней были праведные люди. И Лея, когда его гнали, взмолился, Господи, я один остался, все упали, я один. Он говорит, нет, у меня 7 тысяч мужей есть, сохраненных, хранящих себя от идолов. Даже не важно, может, они тоже иудеи принадлежали, и уже куда им бежать-то? Уж понятно, что за уидеи, там еще хуже, вообще, идолопоклонство и общепризнанное язычество. Да, мы хотя бы иудей, и этот иудей, как Иосиф, и Мария, и там другие, были просто праведниками, праведниками, заметь, как вот, помнишь, я ролик-то видел, по новому духу, они действительно готовы были даже против закона поступить, и там где-то преступников укрыть, они поистине поступали, полюбили, и они не жили по этой букве никогда, но внешне назывались иудеи, были обрезаны. Так и мы, но при этом всех этих пророков, как сказали, кого разрезали, кого убили, Господь сказал, я всех посланных вам, вы кого побиваете, кого убиваете, все, и сына в концовке убили. Поэтому, очень хороший критерий, когда тебя гонит, что-то такого. Мне опять недавно вконтакте один пишет, там какую-то икону несут сейчас, Владимирскую, надо вам, собирайтесь, езжайте, сейчас, там, что пронесли вас, и вы исцелитесь, понимаешь. Мне этим людям надо как-то объяснять, я не могу свое вот это донести, ему, да, я говорю, ну, а что, я ему даже не стал ничего отвечать, понимаешь. Хочется людям правду говорить, а людям правду он знает. Ну, а кому Христос нужен? Многие приняли, многие приняли. Поэтому я лучше промолчу, я не буду ничего говорить. Нет, так и Господь иногда говорил, если сердце закрыто, он уже видел, что его просто искушают, он не отвечал, он уворачивался, он уходил, он в парисе спросил, а они сказали, так, как мы ответим, и так, и так, лукаво он помет, не будет отвечать. Он сказал, вы не хотите, я вам не отвечу. То есть у кого сердце закрыто, я не спорю, я тебе не про это говорю, я так, я же не знаю тоже конкретную ситуацию. Я ведь, ты живи по совести, живи в Боге, да и все. Тебе хочется ответить, не хочется не отвечать. Вот так я делаю. Конечно, мы все должны с рассуждением делать, однозначно. Поэтому, тяжелая она, вот эта вера, вот она тяжелая в бремя. Я уже сначала думал, Господь мне дал такую ношу, да, нести, а когда я столкнулся вот с этой ношей, это покруче будет. Ты думаешь, я тоже вот хочу, я не хочу этим заниматься вообще. Проповедь, особенно проповедь Господа любви, проповедь Христа, это невозможная проповедь. Ты будешь вечно ненавиден. Всем нужен культ. Ему скорее нужна, чтобы ты его гафнул, вот как я умею, как Игнать Тихонович, все, собрал под себя, кнутик взял и паси это стадо. Шаг влево, шаг вправо по култышке. Все, людям это, да, рабское мышление, но не все, люди потихоньку освобождаются. У всех разные силы. Господь же показал, что он всем разные дает таланты, то есть силы. Кому-то один, кому-то два. Надо быть снисхождением. Просто почему я, допустим, Сергею Ильину написал комментарий, ну, я говорю, он же все-таки пишет, то есть он же не трус, это я так уж пишу личная трусость, а я же лично трусами назвал трусость, то есть чувство, да, в нем присутствует, но трусом я его назвать не могу, это же клеймо, я обидел человека. Вот, то есть он пытается, видишь, но и тут же не решается, то есть он же готов поговорить, поговорить в открытую, видишь, даже выставить ролик, вот, но тут же... Как и не это самое, не решается, он в конце ролика, ты помнишь, он сказал, но по большому счету, он говорит, мы одинаково верим. Плохо-то не само священство, а его искажение. И те священники, плохо же не сама церковь, не само общение, чтобы мы вот имели общение друг с другом, а в то вид, какой оно приобрело. Вот Сергей Ильин стал опять рассказывать о каком-то вот этом приходе питерском, и все, о булочках дачи, а я сижу, слушаю, ты его перебиваешь, ну сколько можно, ведь общение не в булочках, и в чае. Первая община говорит, они все полагали, к ногам, то есть все полностью, вот мама, папа, все становились братьями, сестрами, да, абсолютными. То есть все, уверенность полная, это моя семья становилась. А ну что это булочки печенюшки, да это есть в каждом приходе, по праздникам-то, а веры нет никакой, ты понимаешь, завтра что случится, тебя никто носить на руках не будет, останешься один, сгниешь вот так же дома. А у себя булочки от чая, про один приход, про второй, вот они слово поразбирали. Да сейчас интернет, каждый может и долго почитать, ну что дальше что ли? Это разве чувство, чувство семьи, я сомневаюсь, что такой приход ты найдешь, где там именно семья, где ты придешь, скажешь, я там, у меня вот дочка поступает, давайте всеми скидываться на учебу, все хоп скинулись, коляску нужна, хоп скинулись, там еще что-то. То есть семья, настоящая семья, и священник мог бы быть действительно отцом, всем этом. А кто такой отец, он просто управляющий, а была бы какая-нибудь мать, типа десятки, как есть там в теории, при храме, которая бы решала там уже такие хлебные вопросы, действительно распределение, а он бы просто в оконцов, как отец, как глава, просто принимал решение. Посоветовались всеми, решили что-то, да, он говорит, ну давайте вот, там, может три проблемы одновременно, пять выбирают, очередность кому помочь. Глава нужен в семье, так же и здесь бы был. А он что, опять, ну, плюшки поели, все вот так склонили головку перед батюшкой, плюшки эти через силу поели, вроде как любовь изобразили, и все, а искренности нету, людей боятся слова сказать. Что это такое? Люди этим себя утешают, успокаивают, находят, может быть, в этом успокоении самообман такой, знаешь, я вот все время, знаешь, как поражал меня, особенно женщинами. По плоти, по плоти успокоиться. Особенно женщинами, да, ей вот надо, да ты мне скажи слово доброе, и все, и все, да, и все за этим, как бы, как занавес такой, раз задернули, за этим словом все же так и остается, да, я вот все время не мог этого понять, знаешь, ну как это, раз скажи, да ладно все, да ладно, и все, а ну там же проблемы разрешенные остаются. Вот замазать глаза не могу, я так не могу жить никак. Ну вот я поэтому и смотрю тоже. Ну тебя теперь я знаю, и спокойно ролики смотрю, не скучаюсь где-то там, как ты вот что-то там молчишь. Ну это правильно, по ситуации каждый ведет, я просто по-своему смотрю. Я говорю, Александра, я говорю, он меня и радует, и расстраивает немножко. Мне бы хотелось, чтобы у него появилась эта большая смелость уже, и не забивало он с этим голову. Я, конечно, понимаю, вот еще, правильно, может человек семейный, там домашний давит, на это, на все. А так, мне кажется, это единственный еще человек, который на всем сайте там способен тоже что-то хоть куда-то размышлять. А если просто, если ты сам себе положил барьер, я не вижу смысла в этих рассуждениях просто. У меня еще что немножко. Человек сам, он видишь, он вроде подобрал, сам в это не верит, в то, что сам не понимает, говорит, да, и пытается что-то доказать, и все, каша в голове ты это слушаешь, что вроде так надо, но я делаю, и это зло, но я делаю, потому что, ну вот да, я вот раб этого сам. Я не могу пока из этого выбраться. И говорит, ну что ж, все должны делать, зачем ты тогда это на камеру говоришь, ну хоть бы людей в яму. Я вижу яму, говорит, и иду в нее, и вы за мной давай. Ну как-то получается, если хотя бы человек вот верит, что он идет в поле, да, или в рай, ладно, он там в яму упал, но он хотя бы верил, что он в него идет. А говорит, что да, для меня это ничего не значит. Я говорю, вот этот абсурд, когда ты сам по духу рассуждаешь, а чужой церкви, а по своей почему судишь по плоти. Все, у меня страх, меня отлучат, и я готов закрыть на все глаза. А папистов можно с головы до ног облить только потому, что вот мы с тобой искренне, мы всех обливаем. И папу, и нашего русского папу, любого. Я вот искренне верю, что есть и католики, которые возмущаются так же, как мы. Я видел пару роликов, честно, в интернете, переведенных с английского. Вот есть такие тоже типы, которые возмущаются там. И католичество, они тоже при церкви, они вроде бы там не отлученные, ничего. И вот они что в протестантстве, потому что протестантство такая же церковь, в том плане, что, я может неправильно опять выразился, люди начнут возмущаться, я сам. Они такие же культовые, то есть они культ в конце создают, у них есть такой же дом, они ходят, у них есть Пасха, ну все, по той же схеме. Церковь, может быть, уже слово люди замылили. То есть у них такой же культ, их тоже начинает это раздражать. У этого пастыря начинается звездоха, у них там начинаются ссоры и склоки, он также уже готов там гомосятину принять, и все, а тут начинают возмущаться, что значит уже, да, каждый по-своему, он начинает задуматься, а почему я должен принимать там, если я против, а он там нашел оправдание, или что Павел ему не указал, и так далее. Так что здесь, мне кажется, просто залог всего, не мне кажется, я уверен, я говорю, судя по вот церкви даже православной, если уж мы ее берем, по святым ее, многие святые, почти большинство, начиная с мучеников, они были гонимы за истину. Абсолютно все. И их потом мы как вот эти, древние, Господь сказал, вы правы, ну им возводите еще памятники, сами свидетельствую, что вы гоните истину, и мы делаем то же самое. А за что, за что конкретно, если разложить вот так истину, да, по буквам, за что конкретно, за обличение, за то, что обличали неправду, вот, и не молчали. До души положения. Ты будешь неправ, если ты возьмешь меч. Если ты свою истину начнешь доказывать мечом, все, ты опять становишься на страну зла. Если ты будешь до души положения, ты можешь заблудиться. Ты искренне, я уверен, у меня, по крайней мере, светлое Христово Воскресенье при таких мыслях на душе. Потому что я знаю, что если я буду искренне заблуждаться, у меня никакой мысли туда отходя не будет. Понимаешь? Потому что я хотел искренне людям нести, вот, освободить их, вот и все. А когда же с мечом каждый человек убивая на войне, у него в душе светлое Христово Воскресенье никогда не будет. Он знает, сегодня он вроде за правду защищал, завтра он уже сам идет, там чужую семью вырезает. Все. Вот эти слова, там где страх, там нет любви, начинают их искажать, куда-то не туда применять, там типа, это именно вот этот страх. Это страх быть не с истиной. Понимаешь? Это вот не исповедовать истину. Это вот именно страх исповедовать. Исповедовать и страх веры в Бога. Боязнь, что у тебя друзья, что ты останешься вне, вне общества, вне этого, без куска пищи, как в последние времена. Это есть. Там нет любви к Богу, то есть веры в Бога, соответственно, нет. Нет любви к человеку, потому что ты, вместо того, чтобы сказать ему правду, врешь ему в лицо. Потому что сам боишься, и к живой, да-да, я с тобой согласен. Это согласен, к тебе нет любви. Поэтому вот этот страх, страх именно не исповедовать истину, не жить по истине. Там нет любви, значит, ты не спасен, значит, ты ни в Боге, ни в церкви, нигде ты. Это хула на Духа Святого, абсолютная. Потому что ты хулишь Духа Истины. Ты знаешь, как поступить по истине. Кто там, у Иакова есть, кто разумевает, что такое добро не поступает, тому грех. Помнишь, сказано, Иакова или у Иуда в каком-то апостоле. Надо этот стих запомнить. Он мне сейчас попался на глаза недавно. И вот я его так выделил и сейчас вот опять забыл даже у кого. Но я сейчас начинаю каждый день все это читать, чтобы мне в памяти все это опять напечатлевалось. Вот он сказал, кто опять, они все говорят, заметьте, об одном и том же. Просто разными словами. Что хула на Духа Святого люди не понимают. Вот вам разжевано, что это такое. Где страх, там нет любви. Кто разумевает, делает добро и не делает, тому грех. Это грех. Если бы вы не видели греха, ладно, а ты сам свидетельствуй, я вижу зло, но принимаю, потому что мне кажется, что человеческая похвала выше. Я поэтому вот не готов священнику сказать, что он... Я вот своему сказал, помните, я говорю, я все, я с ним беседу на тему, как вы так можете? Как это рукополагает? Вы же знаете, что он такой. Он мне сказал, это на совести каждому. Все, я молился очень много, смирялся. Господи, что мне делать? Я знаю, что идти там некуда. В интернете еще вообще, кстати, не было. Тут у меня не было полгода интернета. Что? Я просто в себе не мог разобраться. Я молился, да, Господи, оторвай мне, как мне поступить поистине? Я не успокоил себя, вот все, он сказал, нет, меня даже это не устроило. Я просто узнал его ответ. Я молился, Господи, что мне делать? Что мне делать? И вот Господь сам все показал, что не надо тебе ничего делать, я сам все сделаю. Уже только в интернете появился, а там уже все разрешилось. Вот и все. Мало то, что я... Мы с Александром говорили, вот как раз, наверное, год назад вот об этом пождании, да, вот. Ну, православие, как у нас, учит, все сделать с пожданием таким, да, я говорю с Александром, может, год-два, не знаю, когда мы с ним говорили, я говорил ему, вот я хочу научиться вот этому, ну, все, знаешь, хочется, как здесь и сейчас было, вот именно вот этому ждать, ждать, ждать. И он, причем, умеет это, я вот тоже сейчас стараюсь этому учиться, что он не торопится ни с выводами, ни с действиями, все надо пережидать. А Господь через это ожидание он и испытывает. Вот, в любой ситуации. Да это, по-моему, заметно, это, я считаю, хорошее качество. Ну, я-то, я еще давно, просто ни с кем не общался, я сам стал таким. Я таким стал после, вот, прочтения Евангелия и года два, когда еще среди людей общался, и мне все это поражало, смирение, там, читал, и я уже по-другому себя вел, а потом я в себя ушел, и вот, видишь, резко вышел, и во время него это как в бочке накопилось, я, конечно, такой, по-горячей, я думаю, что я скоро успокоюсь, если это все пройдет, потому что я согласен, что надо немножко всему, если это не срочно, я говорю, тут, конечно, некогда ждать, когда убивают человека, кто должен принимать тот же решение, вот, ну, в кучу моментов мы, конечно, горячимся сами, это, да, я согласен. А, а всегда предпринимаем неправильное, когда я вот замечаю по себе, но, вот, вроде и изнутри кажется, стой, молчи, подожди, стой, не говори, промолчи, и все, ляпнешь что-нибудь, и, ну, почему ты не послушал, сам себя не послушал, особенно со словами, не говоришь, ну, это дело особое, так, в делах-то не силен, вот, а в словах, будь медлен, на слова, скоро на слышание, самое важное правило. Ну, все с рассуждением, я говорю, это же нельзя каждую ситуацию применить, но это важно понимать. Все надо знать и применять, жизнь, она живая, невозможно выучить там какие-то заповеди мертвые, типа, и вот жить по ним, ты не сможешь жить. Ну, из этих постулатов без них тоже нельзя существовать. Нет, я говорю, то есть ты должен понимать, что такое добро, что такое зло, так я говорю, ты знаешь априори, ты эти заповеди применяешь в одном ключе, в ключе, благо человеку, что ему будет, что от него будет польза, радость ему, какая счастье, спасение. Ты эти заповеди применяешь, ты должен ключ, то есть, правильно говорит, скрипичный ключ стоит перед музыкой, я в музыке не шарю, но он так объясняет, я понимаю, что это так, там есть такие два ключа, я вообще у меня ни слуха, ни ума в этом нету, но я в смысле понимаю, да, там есть два этих ключа, и от ключа в начале зависит, вроде бы одна и та же мелодия написана, книжка, вот эта страница, но от ключа зависит, в каком будет играть, это получается абсолютно разная музыка, но здесь то же самое, в каком-то ключе это дух, или конечная цель, то есть, если я желаю блага человека, я говорю, это хороший ключ, это ключ истины, ключ спасения, ты можешь ошибиться, но ты искренне желаешь этого, а когда ты сам себе обманываешь, ты уже не на правильном пути, ты разумеваешь добро, а поступаешь позле, все, ты уже не прав, она живая, церковь это живая, сегодня один человек отвалился, завтра привалился, другой прирос покаянием, все это, этот священник отвалился, я живу в беседе в личной, тогда спросил, Александр Анатольевич, ведь придет нормальный священник, вы же вернетесь, грубо говоря, вернетесь, я имел даже по духу, начнете все делать там с радостью, ну да, вы сами такой, или он меня так спросил, я ему отзывал, что да, я бы стал ходить сном, а почему нет-то, там люди, я хочу к этому человеку ходить, хочу в эту общину, почему нет, меня там бабушки, все ждут с удовольствием, вот я мимо прохожу, каждый раз, и с ними общаюсь, там вот эта, монашка Трефе, на том вчера есть, она мне там и бумажек, они не знают, оказывается, что он не говорит, и я не говорю, я так понял, что... Он не объявлял ничего, да? Он не объявлял, и я понял, что он не объявлял, и я не, и с первых дней сдержался, потом понял, что он не говорит, и я не говорю, они не знают, Просто ты к лучшему, не надо ничего пока говорить. Нет, ну в принципе, я уже и еще при отца романе, что я уже заперся тут, как сюда, переехал этот домушок поддельный. И я тут уже стал, он меня уже сам полгода не видел, вот те, с той Пасхи, и вот до ноября, до гибели его. Я уже там был раз в четыре, может, за полгода. Он знал, что я хочу, в самом начале он это, я когда сюда мне привезли, то говорили, что он типа монастырь хочет. То есть я хотел такой жизни читать, молиться, как все любят, ну пожить что-то, понять. Мне не нужна была вся эта тусовка. Но я хотел быть при церкви, хотел службу там разобраться, а где еще разобраться, когда вот так войти. Не как там, мирянин, стоишь вечно за столбами, ничего не понимаешь. А когда ты вот в алтаре вечно, это здорово. Я люблю церковь, ты видишь, у меня как думают раздвоения, нет, нет раздвоения. Только одно дело, я принимаю, я все принимаю не без истины. Я не могу сказать, что церковь истина, хорошо, даже если она лежит возле, нет. Только если она стремится к истине, а так, если она стремится к сатане, то это не то абсолютно. Вот смотри, я вчера со священником разговаривал с этим. Я говорю, вот как легко мы говорили, опять же мы с ним об этом ролике говорили, о границе в церкви. Их как легко-то определить границы. Вот смотри, антихрист куда и придет, через какую церковь. И вот мы, допустим, как сектанты с тобой говорим сейчас, что вот много церквей, да, вот много церквей. А антихрист через какую церковь придет? Через баптистскую, через пятидесятническую, или там адвентистскую, или через православную он придет. Антихристу нужна, и к умению вот этой мировой, какая сегодня церковь нужна. Конечно, все нацелено на православную церковь, на эти границы. Мы все в одной шириночке, как крысы за этим, за дудистом, помнишь, в какой-то сказке идем. Мы все идем. Но православная церковь, так называемая, РПЦ, и на самом деле просто РПЦ, церковное общество, православная церковь, вернее. Она идет просто в самом конце, самая последняя крыска идет. И поэтому мы, конечно, не можем уже ни с кем объединиться. Это будет все. Потому что уже в католицизме престол антихриста – это католицизм. Почему? Потому что он уже готов. Там уже цезарь и попизм, там две власти – духовная и мирская. Все. И для него все готово. Ему только надо сесть. Не готово только паства. Ее надо взнуздать. Подданных нет этого царства. Вот из нас пытаются этих подданных сделать. Понимаешь? Потому что сейчас их мало. И неподданные взбунтуются. Они не захотят от царства войти. Когда их будет меньше, их потом начнут сечь в последних временах. И поэтому мы не можем говорить, что вот только внешне следить за своим внешним благочестием, внешней неэкуменной. Но внутри, если мы также из патриарха сделаем паху русского, и также сделаем свой банк РПЦ, и свое государство при Москве, Троице-Лавру, такое же государство, все, мы туда же свалимся. Поэтому мы должны следить и за внутренними врагами, то есть за своей душой, и за внешними. Вот и все. Да, мы не можем ни с кем объединиться, экуменизм. Но и мы не можем сказать, что мы святы, мы также порочны. Если мы за собой следить не будем, мы станем фарисеями, его концовки, мы станем такими же и примем этого антихриста. Только внешне. А вот люди, наверняка, и в католике взбунтуются. Это будет церковь, это будут избранники Божии, которые будут стоять на месте. И они будут и в православии, протестант, которые, когда этот антихриста во царе, и его начнут все церкви помазать, они воспротивятся, их начнут вырезать везде. Отрубать им карточки, они смогут ни продавать, ни покупать. Такие будет везде. Дух Святой будет восставать в каждом человеке, который готов идти за истиной. Я, смотри, что я имею тоже здесь сказать по поводу границ церкви, опять же, да. Почему они не обращают свое внимание на тех же протестантов, да. Вот сегодня по всему миру это огромное количество, огромные миллионы людей. Понимаешь, почему на них... 300-400 миллионов. Ну, почему на них совершенно никаких эмоций? Почему все направлено на русскую православную церковь? Вся эта мощь мировая, понимаешь, вот определить границы церкви. Нет, так это уже готово. Протестанты, это же дача, католиков пошли. Потому что они готовы, да, это уже готовое поприще. Значит, что у нас остается? Нет, протестанты, как учение, как и католики, вот именно, оно взнузданное, все, оно готово. То, что протестанты, та же самая иудейская вера, у тебя богатство, тебя Богу расславляет, все. Ты больше зарабатываешь, все, это такие же иудеи. Все, чем ты ближе к Иерусалиму, тем ты святее. Ты можешь домик купить. Ну, и вот вместе с этим мы же теперь можем легко определить границы церкви. Православие, опять же, русская православная церковь. Да надо определять границы учения, а не церкви. Зачем? Это уже второе. Это уже второе, как бы, это внутреннее расследование. Нет, дух творит себе форму. Дух, дух, дух творит себе форму. Господь сначала, Господь есть невидимая сущность, и потом она обретает материю. Мы сейчас не по духу, а по материи рассуждаем. А это неправильно. А это уже будет вторым вопросом, уже, что творит дух. Это уже второй вопрос. А где сегодня церковь? Вот определите, какая она из себя, да? Граница церкви. А неправильно сама постановка вопроса. Где дух Господний, там церковь. Если ты будешь чисто дух хранить, дух, духа не угошайте, апостол сказал. Если мы будем бороться за дух, церковь сама будет границы себе показывать. Это не важно абсолютно. Как не важно, Господь, вот смотри, опять же, вчера вопрос с ним поднимаем, да? Что это происходит вообще с этой огромной территорией, одной шестой частью суши, да? Которая на протяжении тысячелетней истории охраняется вообще непонятно, непонятно какие условия и кто ее хранит. Она выстает из пепла, полностью из рабства, из порабощения выходит, понимаешь? И вот мы сегодня видим 25-летние, там, за четверть века, посмотри. Казалось бы, все, Россия уже была покорена, да? И ты посмотри, опять же, раз она выстает из пепла, непонятно откуда люди начинают веровать, люди опять вырастают в это православие, не пойми откуда, что это вообще происходит, как это, где это такое было и когда еще? Да не согласен с тобой. Ну в чем? А что после Второй мировой Англии Германия не выросла? Ты посмотри, ее раздербанили, да? Поделили просто как халопа, не халопа, которые делили что-то там. Все, разорвали просто восточную стену, построили. Ты посмотри, лучше нас люди живут. Как они успели? В 70-м году стену разрушили, лучше нас живут. Заводы, БМВ. Судить еврейским мышлением или иудейским, с кем Господь с ними или с нами, у них все блага. Посмотри на Англию, которая обанкротилась во Вторую мировую. Ты посмотри, вот эти вот огромные несметные богатства, почему они, вот тот же Китай, посмотри, та же Индия, Африка 2,5 миллиона, вот Африка, Индия, Китай, это, смотри, это, считай, 5 миллионов населения из земли, понимаешь, они очень нуждаются сейчас в ресурсах, в воде, в питьевой, в воздухе, понимаешь, они не могут взять эту территорию просто так. Понимаешь, хотя у них слюна течет уже вот такая на земле, на нашей земле. Они не могут, кто им не дает? Ну почему не могут? Опять же, все это время, попытки были. Ну были, были, но были, но все-таки... И опять же, я не сказал, что у индусов с китайцами течет силы не... Иди, кот, как раз, ты смотри, вот такая вот Германия на весь мир побычилась, вот такая же Франция на весь мир, вот такая же Япония на весь Китай набросилась, потому что китайцы хотят, китайцы ничего, это японцам мало было. Это у них бешеная гордыня, что они боги на земле. Там их не в философию послушать того же было. Это же такие же фашисты были, нацисты. Только с другой стороны. Абсолютно. Да ты возьми, историю завоевания России, Руси, да, вот эти набеги, нашествия, ну это просто невообразимо было, понимаешь. И все это оставалось, ну ладно, количеством там, опять же. И объяснять это, можем все как-то объяснять, но все равно Господь все равно был как-то особым образом хранить страну нашу. И именно, я именно думаю, православие, вот начатки именно сохраняются в нашей стране всегда. Ты понимаешь, я немножко по-другому тебе просто скажу, а ты как-нибудь сам поразмыслишь. Вот ты мне свою, я эту теорию знаю, она очень популярная. А ты всегда, я один раз кто-то сказал или где-то вычитал, меня так это поразило. И Господь же сказал, что здоровые, больные нуждаются во враче, а не здоровые, правильно? И вот где-то я или вычитал, или там, может, Осипов говорил, я не помню. Что именно поэтому евреи и бог избраны, и православие в России, именно не потому, что они такие хорошие, а это как-то перевернуто сказано, что они бог избраны, именно потому, что больной нуждается в упечении матери и в особой заботе. Потому что другие народы способны, китайцы, они достаточно добродушные люди, индусы, очень добродушные, а вот такие, как евреи, были очень жестоки, а Господь говорит, жестоковыны, с окаменелым сердцем. Это они хотели всех вырезать. Это не потому, что Господь их посылал с детьми там всех вырезать. Нет. Кто толкование читал, абсолютно не так написано. Господь им все это давал, потому что они сами... Моисей пошел нахру, не успел посидеть с Господом 40 дней, там уже все, слепили тельца, давай бесноваться, распутничать там, и все такое, дотворять. Он говорит, посмотри, спустись и посмотри, что делает этот народ негодный. И мы такие же. Ты посмотри, что мы делали в 17-й год. Ты посмотри, дух принял себе форму, безумную форму. Я общаюсь тут с бабушками. Они ненавидели это время. Их собственные вырезали соседи. Муж идет на войну, забирает воевать под Воронежем. Мужа убиваешь из детей, собственный сосед последний лук забирает в этот колхоз. Типа, они не хотят быть, а он готов с чердака последний стащить. Дети идут собирать колосья, их председатель на лошади загоняет детей. И смотри, из всего этого вот бардака чудо, вырастает православная вера, опять поднимается заново все, и пытаются что-то восстановить, понимаешь, стараются восстановить. Ну и что ж, Христос пришел из Иудеи и сказал, спасение людей, что теперь нам все в иудаизм ударятся? Нет, ну почему, откуда, где еще хоть одну страну возьми, упавшую в такую разруку полную, которая, причем сама себя пожирала, да? Как-то змея, когда способы пожирала. Так мы и сейчас пожираем. И из всего этого раз, и, пожалуйста, вот опять оно православие тебе. Да нет никакого православия, наоборот, пояна Златоуста нет худшего гоняя, чем отсутствие гоняя, поэтому мы сейчас расплываемся, вроде бы мы можем с тобой говорить и сами видим, какое творится безбожие, по сути. Люди ни во что не веруют, в иконки, в походы, там, все, заполонили всеми фильмами, благодать на благодать. Не все люди, не все люди, и причем вот эти люди, они в большинстве своем, они существуют, есть, конечно, такие люди и в Америке, и в Европе, но их там минимальное количество. Они сконцентрированы в основном все на русских землях. Люди, которые верят поистине. Найди еще таких людей где-то на стороне. Я согласен, ты к чему ведешь все время? Граница церкви к земной какой? Что она в русской православной церкви? Я думаю, так, да. Я в учении согласен опять по духу. Вот какое, скажем, учение лучшее, самое чистое, самое сохраненное в РПЦ, так назовем ее. Я согласен. В наше русское. Я вот с этим абсолютно не спорю. Это я не хочу сказать. Учение, вот как Алиса Ильич говорит, надо различать. Католика от попискового учения. Сам католик это может ненавидеть, чтобы папа дома не погрешил. Он сам не понимает, почему, это же абсурд. Что если я 7 этих их костел проехал, все, я на небе, там что-то поклонился, и у папи в коридорчике на приеме 5 минут посидел. Он говорил, я это все сделал. Я приехал, думал, у меня все туфли будут в семинарии целовать. Я 7 костел объехал, с папой даже поздоровался, и все, говорит, исполнил. Я думал, мне тут будут в семинарии туфлю целовать, ничего, говорит, ты не светишься. Понимаешь? Поэтому учения, я согласен, максимально, да, и то даже у нас есть лишь искажения, споры, какие-то бесполезные толки об этих таинствах, о благодати толковать, там, кому. Да крестить можно всех подряд, на самом деле, детей, не детей. Ничего ты никогда не докажешь, действительно. Если бы родители правда воспитывали детей по вере, и слава Богу. Просто вопрос, что ты спрашиваешь, она Евангелия никогда не читала, при этом ты ее крестишь, думаешь, что она будет, она будет, ну, по совести воспитывать, может быть, ну и ладно. Ну, а зачем мне так крестить-то? Крещение – это обед, это такой же бракосочетание, там обеды даются. Кому будешь обеды о том? Он священник, который крестит, такое ощущение, что он не читал апостола Павла, что вера отслышанная, отслышанная от слова Божьей, если она его не слышала, какая у нее вера? А я-то вел катехизаторскую беседу, они никто не читал, он их крестит. Вот живой пример, мне кто-то что-то будет доказывать, я таких примеров знаю кучи. И про храм я вот говорю, есть базар, у меня базар в деревне на службе, но в алтаре хорошо. Но при этом я приезжал, что рассказывал, в Благовещенске у нас, в Воронеже, все его знают, в центре, да. Я был на этих вот этих, на Великопостных или как-то они там, и на Великом, и на последней неделе был на службах. И вот эти парими, я помню, одна девчонка звала, мы с ней ездили. Какой бесподобной службы, я не в алтаре ни в каком, и может и слава Богу, там в таких храмах лучше, наверное, в алтарь не заходить, ведь митрополит, там, наверное, тоже дурдом творится. А в храме было нереальное благоговорение. Ночь, вот эти вечерние службы, все в свечах, все на коленях, вот эти, когда коленно преклоненные службы. Вот это было ощущение, у меня было ощущение, что я правда в каком-то, знаешь, второй век, все верующие, все на коленях, все кланяются вот так прям массой, как в мусульманском храме. Ни одна, тишина гробовая. Пусть там не слышно, что да, священник много говорит, собор здоровенный, сам знаешь, да, даже там микрофон у него, может, дикция там у кого-то что-то. Ничего этого не надо. Ты, Господи, помилуй, слышишь и слава Богу. Тишина гробовая, ночь, свечи, света вообще не включали в храмы. Отдельные свечи говорят, и все люди, все на коленях. Почему нас отменили, действительно, этот Никон отменил колено? Мусульмане и то на коленях молятся, почему мы не молимся? У нас что, у нас уже с колен подняли? С каких-то пор-то? У нас покаяние прекратилось. У нас единственная религия, которая с покаянием. Они с благоговением стоят, а у нас покаяния у нас на коленях не ставят. У них как такового покаяния нет. Они просто обед выполняют. Надо пять раз намаз делать, а они делают, и все. Сказы на коленях и делают. А у нас должно быть это душевное покаяние. С антигистом ты сама на коленях поставят. А у нас все, зачем нам на коленях стоять? Так помахал рукой, веником у головы и пошел. Вот, пожалуйста, разница. Я вот где-то с четырьмя или с пятью священниками разговаривал. Ну, так вот я говорю откровенно, я им больше, что надо сказать. Люди таких вот верных, искусственных верующих, да, знающих и писаний, и интересующихся. И сколько вообще в процентном отношении. Ну, это, как правило, знаешь, как от трех до пяти человек на сотню. Вот. Ну, есть все равно люди-то. Есть. И причем, видите, такой процент практически. А где нам надо? Поэтому. Мы против церкви и против зла. Это разные вещи. Я не против церкви, но я против зла. Вот храм. Да. Вот совместить. Почему не совместить? Алтарную такую службу, где благоговение я видел. И где ты видишь внешне, где не базар, а действительно люди приходят помолиться, покаяться. Где тишина и спокойствие. Да, вы пришли с семьей, разойдитесь в разные стороны на это время. Вы не сможете отстоять, не поговорить. Все. Нет ни мужского пола, ни женского, ни эллины, ни людей. Пришел с другом. Ну, все, доехали вы вместе. Ну, разойдитесь по углам. Почему? Нет. Что тут неправильно? Я говорю, почему тишины не должно быть храма? Ведь возможно, я же сам даже видел. Далеко ходить не надо. Да, в Воронеж. Получается, приходили люди неверные. Мне кажется, основная масса как раз неверных приходила, а таких левых. И у людей может быть какая-то даже действительно благоговейная эйфория. Он раз в туалет пришел, у него есть какое-то живое чувство, что он грешник. Да, он там живет. Неизвестно как. И эти люди хотя бы действительно... А уже свои все, привыкли. Можно уже три дня там орать бабка на бабку про огурцы, про свои на все это, когда ты апостола читаешь. Когда я говорю, такой, я себя не слышу. Себя не слышу. Я говорю, он мне будет рассказывать. И он еще кадильцам помогает потом с мобинцами. Вот этот новый. Я говорю, какая прелесть. Зачем это вообще-то делать? Я могу помолчать, постоять, как кукла выйти. А лучше вообще этого пропустить тогда. Зачем это можно? Они же кадилов все и кадилов не слышали. Она там про огурцы и про свои. Такой хам, это просто ерунда. Никто представить не может. Да отец Романа сколько на них орал, он мне при мне орет. Заткнитесь уже, да я бы сам орал. Невозможно. Он себя, он в алтаре не слышит себя. Чего же говорить обо мне? Бывают и такие дни, он не выдерживал орал. А иногда я смотрю, он стоит уже молчит, он говорит, бесполезно. А иногда, да, да, вот праведный гнев. Он разойдет, он говорит, заткнитесь. Говорит, вы где находитесь? Ну, 300 человек в вор вору о своих проблемах, что ли, я не пойму. Как можно одновременно говорить? Они что, все братья и сестры, что ли? Храм здоровенный. Гул невыносимый. Он себя не слышит. В алтаре стоят стены вот такие. По два метра там храм древний, жуть. Коностас. Ну и то все, только откроют врата все. Уже весь этот гул в алтаре. Жуть вообще. Туда хоть вообще не выходи. Закройся, скоро будет. Специанские врата с дырами, а такие в этой двери пластикой, чтобы вообще закрылся и молишься. Они там пусть еще хотят. Делай. Почему это говорит, что это хорошо? Ну, сказать, сделать это пропускную систему и все, и по пропуску. Ну да. Мне без разницы, каким нас там поминают. Ты говоришь вот в начале беседы, да, ты говоришь, что он искренне это делает. Ты же видишь сам, что они неверующие люди. Они не веруют в Бога живого, не веруют. Абсолютно не веруют. Как они могут искрить, что они тогда искренне делают, видимо, понимаешь? Нет, это я так тебя тоже не компрометировал. А так говорю, вот если бы я искренне верил, мне хочется верить, что, конечно, это не так. Но я-то знаю, что это так, себя не обманешь. Поэтому я все эти ролики, поэтому высказываюсь. Понятно, что они неверующие. Как патриарх может быть не идти за сатаной, такие вещи совершая. Он не отрекается от своих слов. Почему нет публично? Что искренне, он что, не искренне стал христианином? Дедушке почти 60 лет, он что, не искренне живет? Все, конечно, делает сознание. Ну что, в безумие? Зачем мы тогда безумную руку положили? У него что, справка есть? Нет. Он все делает сознательно. А Господь сказал, как сказать, ну, знаете, по плодам. Мы так ждем. Мы еще его осудили раньше времени. Нет, он ролик, и он все в комбире знает. Мне не нравится, конечно, что патриарху там рожки прорисовывают какие-нибудь там эти все. Алфеева там все это вот есть, там пару групп. Мне такие, конечно, тоже не очень нравятся. Но когда его ролик в комбире, никто его не знает. И он от своих слов, ему Чибисов предлагает от них отречься публично и лично предлагал. Он говорит, я не хочу отрекаться. То есть он экуминист, он так считает. Все должны об этом знать. Почему нет? Что мы делаем того? Он что, не отвечает за свои слова? Я говорю, все эти ролики прилюдные. Никогда человек не начнет жить по православности, он начнет сам себе в рак. Начинается сысканность сам себе. Да, я нехороший. Да, я вот тут согрешаю. А будешь себя оправдывать ты никогда. Отцы говорили, первый порох – это самооправдание. И только тогда начинаешь каяться и приходить к Богу покаянием Иоаннова, когда ты признаешь свои грехи и исповедуешь. Да, я вот здесь грешен. А начинаешь себя оправдывать. Я вот так сделаю. С этого начинается православие. А не с формального крещения, а начинается с покаяния. Играйте по мячанинам. Все начинается с верого Христа. С покаяния, а не с крещениями. Схема манипуляции людьми давно известна с древних времен. Есть ложь, есть истина. Вот я посередине ее. Я выбираю. Каждый день стою на распуте. Тут манипулировать человеком невозможно. Вот он знает. Как ты можешь его заставить только с подмеча, но он в силах выбрать и даже до души положения выбрать истину. Все, она открыта. Что такое манипуляция, когда человек кем-то манипулирует? Он берет и ложь, разбивает еще на ложь и лжеистину. И человек помещает вот в эту систему координат. Уже не в эту, а отсюда его вот сюда вставит. И все. И человек в этой системе живет. Ему говорят, вот, ну как два президента. Типа один республикант, другой это. На самом деле они все там сатанинскими мыслями разрушить общество. Неважно. А внешне выдает все это в абсолютных координатах. И тебе говорят, это правда, а это неправда. И тебя сюда поместили. Все. И ты, какой бы ты ни выбрал, правда или ложь, тебе кажется, ты всегда выбираешь ложь, потому что ты находишься в системе лжи. Уже в этой системе координат. Тебе, чтобы правильно выбирать, тебе надо сюда опять вернуться. А не жить в этой системе. И вот проблема культа. Есть истина, живая вера в Бога. Бог. Сам в начале от Адама он был. Он никакого культа не Аврааму не говорил делать. Ни Сагу, ни Акку. Я это потом покажу. Я хочу ролик в серии записать все-таки. Даже Моисей он не говорил этот культ создавать. Они стали создавать его, грубо говоря, по повещению. Только когда они скатились до самого Нильзи и сделали себе этих тельцов. Они сами показали, что им нужно. Они не захотели. Люди просто невнимательно читают эти главы Ветхого Завета. Господь никогда не хотел культа. Всегда противился. И только люди его хотят. И Господь попускает то, что они хотят, чтобы они упали в самое дерьмо своей чистой мордочкой. И когда это дерьмо почувствовали вонючее, начали жить по-нормальному. И вот мы, когда начинаем спорить, в чем смысл. Вот есть живая вера в Бога, есть культ. Культ разбивают на разные культы. Культ уже ложь. Живая вера истина, культ ложь. Нас делают куча культов, католики и православными. И все, стоят между ними. Мы думаем, что мы выбираем формальное православие или формальное католитство. Мы выбираем либо православие, либо ложь католики. Абсолютно ошибаемся. Если мы спорим о культе, я даже пример, почему взял на православных-то. Тут можно взять, что у нас куча этих лжи. И протестанты, и все. Ты уже стоишь, тебе в целую такую... А чем тебе больше покажут красоты, шарик такой, этот ложь раскрыт, что там и это, и это, а вот одна истина. Все, ты уже находишься. Ты выйди из этого. Потому что культ уже ложь. Если ты к православию относишься как к культу, ты уже себя вот сюда поместил, в это православие. А если ты просто выбираешь, ты живешь истинно и неистинно, то есть Бог и культ, все, ты уже на правильном пути. Ты будешь всегда рассуждать правильно. Тогда ты можешь эту истину назвать там православием, но только по духу. А сама материя уже ложь. Она уже обманчивая, ее можно исказить. Дух Господний ты никогда не исказишь. Вот люди понимают, мне интересно, читая Евангелие, вот эту фразу, кто любит отца больше, нежели меня, и кто возненавидит отца и мать, не может идти со мной. Вот многие ли понимают эту фразу? А ведь не надо никаких толкований иметь. Надо просто вместо меня, вместо Христа подставлять слово истины, как отцы растолковали. Тебе не надо там толковать, кучу толкований перечитать. Все. Это Господь говорит здесь не по плоти, а по истине. Евангелие очень легко читается, когда ты знаешь ключи вот эти, о которых мы с тобой говорили, скрипичные там в начале песни ставят. Все. Ты здесь ставишь, когда он говорит о себе не по плоти, конечно, кто меня там любит, а мать... Он к этой фразе элементарно присоокупляется его другая фраза. Он сказал, как вы говорите, дар Богу вроде бы, дар Богу, я все Богу несу. И уже оставляешь и думаешь, что нельзя там матери и отцу помогать. А тут он говорит, по плоти. Ты типа какому-то Богу несешь, которому ничего не нужно, у него все есть. Что ты ему дашь? Господь сказал, вся земля моя и все, что наполняет ее, что ты мне дашь? Все овцы и коровы. Это хорошо в Псалме в 49-м и во второзаконии говорится, где Господь обличает все эти жертвы, которые ничего не дают. Вот. Вот тут он говорит, по плоти. Мне ничего не надо, что ты мне можешь дать? А вот тут по духу. Кто судит не по духу? Мать там, вот мой сыночек убийца, я его люблю просто потому, что он мой. А вот ты судишь по плоти. И ты тогда возненавиден. Ты должен возненавидеть, ты должен возненавидеть даже мать свою, а поистине посудить. Потому что ты судишь не поистине, все, ты не идешь за мной, ты вне меня, ты вне церкви, вне истины. Вот и все, элементарное понимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok